На участке около 27-го лицея проголосовало в первый день 146 человек. С каждым днём число желающих высказать своё мнение только увеличивается. Участие в голосовании приняла и Ирина Лаврушина, директор Центра реабилитации инвалидов Окинского района города Брянска. В этом году голосовать как никогда удобно. Голосование проходит на улице, и плюс по всему оборудование всё соответствует. Доступ на среде, в том числе и кабинки для голосования широкие, очень удобные. На участке есть всё для удобства и безопасности участников голосования. Каждый проходит через дезинфицирующий коврик. Обрабатывают руки, получают одноразовые перчатки, маски и ручки. У всех проверяют температуру. Наблюдатели контролируют порядок голосования. Всё идеально, вопросов никаких. Коллектив здесь очень доброжелательный. Встретил меня тоже всегда хорошо. Всегда. Всё хорошо. На каждом участке работают волонтёры Конституции. Они помогают пожилым людям и инвалидам проголосовать и узнать подробно о сути каждой поправки. Прежде чем стать волонтёром Конституции, я прошёл обучение на сайте добро.рф. Ознакомился с основными поправками, так как я должен быть в курсе всего и помогать людям. Мы участвуем в обзвоне граждан. Мы узнаём, нужна ли им какая-то помощь, чтобы проголосовать во дворе или непосредственно в доме. Это для них тоже важно. В городе работают как стационарные, так и мобильные участки для голосования. Всё предусмотрено для безопасности граждан. Принять участие в голосовании можно с 8 утра до 8 вечера, до 1 июля включительно. Екатерина Зодина, Сергей Дюков. События. Брянск.